Но в целом хочу показать. Во-первых, кто такой председатель законодательного собрания? Это профессиональный менеджер. Это профессиональный менеджер коллектива депутатов, которые находятся по ту сторону этого большого стола. И от его работы зависит, как работает сплоченная или не сплоченная эта команда. Да, есть определенные проблемы в действиях предыдущего САЗЭГа. И это надо признать. Давайте руку положим на сердце и скажем, да, это есть. Мне бы хотелось, чтобы будущий председатель законодательного собрания, а я под себя озвучу, и по негативу, которую я поддерживаю, был более открытый, более доступный для депутатов законодательного собрания и внимательно слушал представителей народных избранников, которые сидят за этим. Учитывалось коллективное мнение, потому что сейчас достаточно непростой у нас САЗЭГ, который получился. И поэтому очень важно принимать коллективные решения. Не те решения, которые принимаются в партии власти. А предыдущий САЗЭГ у нас был из 38, и всего 6 депутатов оппозиционных. Сейчас у нас гораздо больше оппозиционных депутатов. И давайте вместе обсуждать все важнейшие решения, все важнейшие. И даже те, которые необходимо принимать 50% голосов, даже те решения принимают. И важно слушать депутатов оппозиционных партий, для того, чтобы решение было неоднобого. Для того, чтобы мы потом не видели недовольство жителей Владимирской области за этими окошками. Потому что это недовольство будет не по отношению партии власти, которые 50% подняли руки и проголосовали. Это будет по отношению ко всем сидящим в зале. И мы будем потом доказывать, что мы не голосовали за это. Хорошо? Это вот первое пожелание к будущему председателю. То есть менеджер и более качественный, профессиональный, и открытый подход, подчеркиваю, принятия решений. С учетом интереса всех оппозиционных партий, которые находятся в этом зале. Но давайте скажем другую честь. Фракция «Единая Россия», партия власти, 23 депутата. Причем из них, по-моему, 16 депутатов, выбранных по одномандартным округам. Мы понимаем, что такое одномандартный округ. Это доверяет не партия. Доверяет не партия, подчеркиваю. Доверяет уже человеку. Сейчас время немножко другое. Сейчас про партию власти говорят. Пенсионные реформы, повышение НДС и так далее и тому подобное. А мы сейчас говорим о другом. О том, что это доверие людей конкретным людям. И, наверное, логично, с моей точки зрения, я уже, конечно, озвучу свой голос с точки зрения, кого я поддерживаю, это, конечно, Владимир Ильич Киселев. Потому что, а, это хороший менеджер, который четко и оперативно организовывает работу в законодательном собрании. И, б, это представители партии власти, которая здесь представлена большинством. Большинством жителей Владимирской области, подчеркиваю, не большинством депутатов, сидящих здесь, а большинством тех голосов, за которые проголосовали люди, живущие в Владимирской области. Поэтому они имеют право в большей степени на вывод менеджера-профессионала, который будет руководить качественно и профессионально депутатским корпусом. Поэтому я, в свою очередь, поддерживаю Владимира Ильича Киселева. Внимательно и необходимо изучать все предложения Сергея Викторовича, все предложения, которые были вам озвучены. Потому что я так же их принимаю в сердце, но так же понимаю, что не только до 2013 года у нас все было плохо, а и сейчас огромное количество проблем. Но я подчеркиваю, давайте вот чистую весть. Начнем писать историю Владимирской области. Сделав выводы из того, что было хорошо, и продолжают развивать, и до 2013 года, и до 2018 года, но то, что было плохо, необходимо преодолеть, так же, как я говорю, сделать выводы, и больше не пускать никаких ошибок. То, о чем говорил Сергей Викторович. Спасибо большое за внимание.